давай-ка постарайся чтобы видно было вот так видно будет да слушаю игнать тихоныч меня вот такая такой нерешенный вопрос я с братьями разговаривал мне братья посоветовали переехать к отцу моему ну так как у меня мама неверующая там вообще с ней никак отношения не укладываются мне предложили переехать к отцу у меня такая случилась такой нерешенный вопрос у меня отец выпивает сильно вот я вчера пришел но я даже с ним даже разговор не мог начать он там лежал и даже вообще даже ничего сказать не мог и мне так вот поступить меня отец пьет как вот мне вот проявить к нему почтение вот как бы чтобы ступи как здесь ситуацию можно изменить стоит ли к нему переезжать если вот православного христианина если отец выпивает меня я могу только посоветовать за сто верст объехать это место где отец живет с пьяный с пьяного вопросов никакой никаких нету он может что угодно с тобой сделать он одержимый демонами что ты будешь делать там пьяный он не отвечает ни за что потому что алкоголь это шатание кровь как мусульмане говорят дьявольская кровь и он не отвечает за себя с об этом библии говорит он спит наверху мачты проснулся и мобили гортая не чувствовал завтра опять тоже будет счет и говоришь что пьет даже один раз выпивает тебе уже там не надо быть отдельная работа если он больной помогай но с ним месте не будь ну у меня вот да отец у меня инсультом поле я не могу его тоже как бы тоже ну и все все время все равно вопрос снятый не быть там не подходить они тебя не хотят служит дьяволу и ты пойдешь туда ты в уме или нет еще такой вопрос задаешь человек пьяный он бесноватый одержим демоном демоном потеря разума отдал добровольное умопомешательство сумасшествие этой павлов говорил и до него еще вопрос никогда не ставь даже пену пьяный отойди и больше разговоров нет так что дальше да и на тихоныч меня вот такой вопрос вот у меня сейчас проблемы начались опять проблемы какие проблемы когда за и что это слово не люблю нележеный вопрос вот так давай у меня сейчас учебу начались проблемы опять же на вопросы что какой у меня сейчас учебу я вот работаю я вот с учебой не получается у меня совмещать и мне вот как вот поступить надо вот работу избрать потому что это на вот для себя хочу содержать или все учебу для пристигла где счета учиться на какую специальность какая-то или что хорошая специальность чудака все мешает тебе но я вот не могу совмещать у меня сейчас про у меня оценки упали успеваемость я сейчас математикой стал сестрой елены заниматься повышать свою успеваемость учиться сейчас стал с работой я тоже не могу как бы ее бросить а кто по математике какая елена той лента несколько голдыщук она занимается математикой но не подводи и она уж если взялась она тебя вытащит но и все бери такую работу чтобы можно было работать сон сократить где-то в сжатом виде люди заочно сдают за один год несколько сейчас вячеславу в семинаре учиться он за год для курса сдает так что тут надо смотреть по возможности так ну и что еще и все-все на тихо я тут понял отца отдалится я понял вас все вопросов нет ты мы с тобой когда встречаемся что-то выставляю я ты не будешь против что выставляется я только за отец ты никогда смотреться хоть один раз я узнаю будешь против я с тобой разговаривать не буду у нас все открыто я я только за него тихо я не против все отошел давай с богом ты хочешь помолимся о тебе давай давайте можно сюда подойти еще будем господи боже наш слава тебе ты сам сказал воззови к меня услышу тебя и этого отрока господи поставь перед тобою чтобы сердце было открыто дай ему добрый разум сохрани его жизнь и устрою по воле твоей чтобы он жил для тебя а остальное устроиться по воле твоей за все твои милость и щедрот и долго терпения слава тебе и отца их избавь от этого тяжкого недуга пьянство ее пьяницы царствие боже не наследуют 1 коринфян 5 глава господи вразуми мать что не по волею дай ему здравое мышление взрослого человека благослови тебе слава за все отец сын и святой дух аминь 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 видишь мы двое молились и брат владимир александрович тут все давай отключайся спаси христос аллилуйя аминь аминь и